Халалах Господу миров, да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семейство из-подвижников. Альхамду лилляхи рабли алимин, вафдули салати ваатаматаслима на сейдна Мухаммад, ва алихи, ва сахбихи, ва саллим и жмаим. Альхамду лиллях, мы с вами начинаем серию лекций про нрав людей Курана. Про красоту нрава людей Курана. Куран это руководство каждого мусульманина, каждой мусульманки, каждого верующего. Это неоспоримая истина и каждый из нас знает это. Каждый верующий мусульманин. Так или иначе, будь то он следует Курану или есть у него какие-то погрешности в этом, знает о том, что Куран является руководством, является книгой Аллаха Субханахума Тааля. И даже если мы спросим неверующих, хотя бы тех, которые более-менее с миром связаны, они тоже знают о том, что Куран является книгой мусульманина. Книгой, которая является руководством для мусульман. Поэтому странно, когда некоторые мусульмане не следуют этой книге. Каждый осознанный мусульманин, он стремится. Когда я говорю мусульманин, имеется в виду, конечно же, мусульманин и мусульманка. То есть это не является ограничением только для мужского рода. Каждый осознанный мусульманин стремится к тому, чтобы научиться читать Куран. Научиться читать его наилучшим образом. Мы часто слышим, как, особенно сейчас в социальных сетях, читают Куран, аят или несколько аятов. Красивые голоса, красивые, скажем, звуки. Но не все понимают это, конечно же. Не каждый понимает, что чечение Курана имеет определенные границы. Не каждый знает границы того, что называется правильным чтением Курана. Ну, наверняка, когда мы слушаем чтецов с таким восторженным чувством, часто, возможно, каждый из вас проговаривала про себя. А вот бы я так. Если кто-то не очень уверен в своих силах, может подумать, ну, ладно, я не смогу, а вот бы мой сын, да, или, там, моя дочь, или, как правило, тот, кого мы очень сильно любим. Вот бы он тоже обладал вот таким же прекрасным голосом, также прекрасно читал, да, и это бы еще больше радовало наш слух, радовало бы наше сердце. Потому что слышать прекрасные слова Аллаха – это на самом деле наслаждение, в первую очередь, да, для наших ушей. Когда слышим, мы наслаждаемся. Но только ли для этого был ниспослан нам Куран? Только ли для такого наслаждения слуха? Ответ, конечно же, очевиден. Очевиден, что нет, не только для этого. Не только для этого, да, хотя Куран – это чудо. В Куране чудесно все. То есть, что бы ни имело какую-то связь даже в названии с Кураном, это чудесно. Да, то есть, как ниспослывался Куран, какие звуки, да, мы слышим, когда читается Куран, как передавался Куран, как мы выводим, да, разные правила из Курана, как следуем и так далее. Но, в первую очередь, да, Куран – это речь Аллаха, субханаху ма тааля, в которой заложены смыслы. То есть, основа – это смысл. И этот смысл, он передается, да, красивым, мелодичным, правильным, скажем, звуковым сопровождением, что, в свою очередь, тоже является одним из чудес Аллаха, субханаху ма тааля, да, потому что ни одна книга не обладает, даже если возьмем вот эту звуковую форму, содержание такое звуковое, не обладает таким прекрасным звуковым содержанием. Ну, в первую очередь, как уже я сказала, да, речь Аллаха – это та речь, в которой заложены смыслы. Смыслы, которые нас учат, которые побуждают к благому и предостерегают от дурного. Смыслы, которые говорят нам о том, что нас приближает к раю, да, то есть то, что мы читаем, и мы понимаем, вот это то, что нас приближает к раю. И также смысл о том, что из этого отдаляет нас от рая. Когда мы читаем Коран, выговаривая букву за буквой, там, слово за словом, того, что было неспослано на сердце нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы должны в первую очередь брать для себя пользу. Да, пользу не какую-то материальную пользу, как бы выгоду, а пользу, которая приведет нас, иншааллах, к раю. То есть совершая те благие дела и остерегаясь того, что не следует делать, это и дает нам пользу. Смыслы, которые, да, нас приближают к довольству. Аллаха субханагу атааля. Мы должны брать для себя пользу, которая дает нам возможность усовершенствовать наш нрав. Польза, которая учит благим качествам. Если же чтение Курана, оно не приносит какие-то изменения к лучшему, то каждому из нас, кто читает Куран, следует задуматься о качестве нашего чтения. Не о качестве буквенном. Правильно я, Махрач, выговорила там уссуфяты или какое-то правило сделала правильно. Хотя это, само собой, разумеется, потому что это основа чтения. А также параллельно с этим задумываться о том, а что же я тут прочитала. Да, как вот эти аяты, эти смыслы влияют на меня. Как они исправляют и усовершенствуют мой нрав. Опускается ли красота чтения наша красота чтения ниже нашего горла? или она остается, да, вот на уровне Махрача и сифатов и все. Следует об этом позадуматься, да, подумать и поразмыслить. Потому что, конечно же, важно правильно читать Куран. Это основа, потому что, когда мы учимся читать или наши дети идут в школу, первое, чему они учатся, это читать, это как база. И мы хотим, чтобы они правильно читали, да, правильно выговаривали буквы, чтобы буква там R была, R и так далее. Если в случае каких-то сложностей мы отправляем наших детей к логопедам, да, то есть в случае с чтением Курана как раз мы являемся такими учителями-помощниками, да, чтобы исправить те неточности, которые в обычной школе учитель и уже в крайнем случае дополнительные профессионалы подключаются, если уже случай, как скажем, сложный, да, и бывает, что дети не выговаривают какие-то буквы, тогда уже нужно более такие сильные специалисты в этом направлении. В суре Саад, в 29 аяте, Аллах Субханаллах говорит, это благословенное писание, благословенное писание, которое мы не спослали тебе, Субханаллах, мудэрк, да, то есть описывается книга Аллаха Субханаллах Субханаллах благословенное писание, то есть это не просто писание, а течение его, оно дает, бэраке, да, оно облегчает какой-то жизненный путь в разных направлениях, то есть это мудэрк, книга мудэрк, китэб мудэрк. И далее продолжает, Аллах Субханаллах это благословенное писание, которое мы не спослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, то есть не просто читать, потому что книга, она в основе подразумевает того, что ее читают, ее смыслы узнают, любая книга, если она просто стоит, ее не используют, то смысла в ней нет, а ее смысл, чтобы ее открыли, ее читали. То есть основа любой книги это чтение ее, а не просто, чтобы она пылилась на полке. Но книга Аллаха Субханаллах, она особая, она благословенная. И ее смыслы не спосланы для того, или ее слова, слова Аллаха Субханаллах, чтобы мы размышляли. То есть основа, когда мы читаем, правильно произносим и размышляем над теми смыслами, которые в них есть. И для чего это размышление? То есть читаем, размышляем, для чего? Просто размышляем, как философские, как бы мыслим ради того, чтобы мыслить, просто так поток сознания нет. То есть смысл вот этого размышления в том, чтобы, дабы обладающие разумом, помянули назидание. Субханаллах. То есть если ты читаешь с открытой душой, ты думаешь о том, что ты читаешь, размышляешь, ты являешься обладающим разумом, то ты поминаешь это назидание. Ты не оставляешь его, ты из дня в день, час за часом, в необходимом каком-то, скажем, моменте, когда у тебя какой-то вопрос, какой-то проблема или не проблема, просто жизнь идет, ситуации разные, ты вспоминаешь те назидания, которые ты читаешь, берешь, размышляешь над которыми из книги Аллаха, Субханаллаху, свое тело в другую сторону, тебя, чтение книги Аллаха, оно как бы направляет размышления над этими аятами. То есть не просто чтение, а чтение и размышления является исцелением, потому что оно приводит к пути истины, к пути милости, исцеления души и тела. То есть исцеление, Субханаллах, то есть Аллах Субханаллах также описывает Куран как исцеление, не просто лекарство, а исцеление. То есть это дает нам как бы такую гарантию, да, стопроцентную, что если ты будешь, не просто раз прочитал, да, исцелился, все, ты уже такая волшебная таблетка, нет, а знаете, как необходимо, как вот наличие определенных там микроэлементов или витаминов, необходимо, чтобы оно было на протяжении всей жизни. Иначе, когда есть какие-то дефициты, в этот момент тебе ставят плохо, у тебя что-то не так, нарушается процесс. Так и здесь это исцеление души, оно поддерживает твою душу и тело в хорошем, правильном состоянии, необходимом, да, для того, чтобы ты существовал так, как следует, для того, чтобы ты поклонялся Аллаху Субханаху обращается ко всем людям, Субханаллах, да, не просто как бы к верующим, а ко всем людям, о люди, да, о люди, к вам от вашего господа явилось увещевание, Субханаллах, то есть, то есть, Коран назван, да, Мауэйла, то есть, увещеванием, увещевание, да, то есть, дает какое-то извещение, какое-то наставление, из этого извещения мы можем понять, да, что нам делать, как бы наставление есть в этом, не просто новость какая-то, а в нем есть какая-то польза, мы из нее берем как бы руководство к действию, наставление определенное, наставление, то есть, о люди, к вам от вашего господа явилось увещевание, исцеление, исцеление, да, то есть, опять же, вот то, что я говорила, Коран назван исцелением, исцелением того, что в груди, то есть, в первую очередь, исцеление сердца, да, и разные болезни сердца, это тоже отдельная история, и про него можно говорить, да, про болезни сердца, их большое количество, и Коран является таким основным источником исцеления сердца, про что есть Далиль, да, вот из Корана мы видим, исцеление для того, что в груди, верное руководство, то есть, опять же, следующее описание, Коран является верным руководством, то есть, если мы будем обращаться к, и следовать тому, что Аллах, субхану атааля, нам дал из Корана, то мы будем, без милля, на прямом пути, потому что Коран является руководством, да, является верным руководством, и милость для верующих, субхану алах, на самом деле, это является милостью, то есть, каждая сестра, которая, да, посвящает свое время, усердие, на пути, на пути требования и знаний, изучения Корана, она понимает, да, на самом деле, ну, хотя бы частично, да, начинаем понимать то, что действительно Коран является вот этой рахмой, рахмой, мне здесь интересно, что в начале было обращение к Я-Ай-Юхан-Нес, да, о людей, в конце говорится о том, что это является милостью для верующих, да, то есть, это увещевание для всех, это исцеление для тех, кто обращается до Корану, это верное руководство, то есть, кто хочет узнать, да, верное руководство, и милость для верующих, то есть, только верующий, который, да, верит в Аллаху Субханава Тааля, он может узнать эту, скажем, милость, помимо смыслов, которые, да, несут для верующих, как благое, благую весть и так далее, то даже в этой жизни мы ощущаем вот эту милость, да, когда мы чувствуем спокойствие, когда обращаемся и читаем Куран, да, смысл, который там есть, то, что наша жизнь, да, она заполнена, и вот это информационное пространство, которое, оно в любом случае у нас есть и которое нам нужно заполнять ежедневно, если оно заполняется тем, что полезно, то это двойная милость, да, как бы милость над милостью еще, Субханалам. В обязанность каждого мусульманина должно быть как бы, или должно понимание быть того, что обязанность каждого мусульманина это придерживаться границам, которые установлены в Хоране. в обязанность каждого мусульманина входит придерживание границам, которые установлены в Хоране. Это границы, они установлены не просто какими-то людьми, да, как границы, например, когда поделены страны, или границы каких-то законов, которые могут быть установлены. Нет, это не какие-то люди их установили, да, когда людям свойственно, скажем, ошибаться, а это границы установленные нашим создателем, Субханаллах. То есть даже если мы подумаем, установлены нашим создателем. Читая книгу Аллаха, мы должны возвеличивать его приказы. То есть это приказ не просто человека, да, хотя когда у нас есть определенные тоже правила, мы их соблюдаем, да, там правила дорожного движения, например, следует их соблюдать. Но читая книгу Аллаха, мы должны возвеличивать его приказы. Они должны быть для нас важными. Не просто как какая-то информация, это еще в лучшем случае, да, если ее воспринимают как информацию. Порой это просто как шум или какой-то звук, и все. Хотя книга Аллаха Субханаллах уникальна даже тем, что даже если вы читаете и не понимаете, это все равно дает какой-то скажем след на вас. Если вы даже с открытой душой скажем, читаете, это дает, хотите читать и впоследствии, изучаете уже на это нужно время. Но даже эта уникальность в Коране в том, что даже чтение Корана без понимания, оно дает как бы плоды свои. если это с таким намерением, что впоследствии вы изучите, потому что все сразу невозможно. Но следует понимать, что Коран это не просто какая-то информация, газета, которую мы читаем, или художественная литература. Нет. Мы когда читаем какую-то книгу, открываем и можем там какие-то мысли. О, какая интересная мысль, да. Я вот прям не подумала об этом, да, или там надо использовать. Вот тут такая фраза, тут цитата, еще что-то. Нет, мы Коран не так читаем, хотя мы тоже размышляем, да, у нас размышления, мы смотрим там какие-то моменты. Но нет, мы не так, не так читаем Коран, что да, какая-то мысль, может быть, я ее где-то применю. Где-то, да, она мне пригодится, да, в каком-то, например, там обороте я ее использую или проверю, да, когда мне надо будет. Нет, мы не так читаем, мы не думаем, а можно ее использовать, эту какую-то мысль, нет, нужно брать, хвататься прям руками, держаться крепко и не отпускать за каждую такую важную мысль, да, за каждую, за каждое наставление, потому что это то, да, что от нас требуется, это следовать этому руководству, это каждая мысль, она как бы к нам, имеется в виду правильная, да, если она в рамках там торсира, в рамках тех установленных правил, тадабура и так далее. Нужно держаться и не отпускать ни в коем случае за эту мысль, скажем, за то, чему нас учит Кур'ан. Да, когда мы читаем Кур'ан, мы делаем для себя такую как бы огранку на самом деле. Даже если вы этого не ощущаете, если душа открыта, да, и есть такое искреннее чувство, да, желание постичь, Аллах облегчает. Читая, вы как будто стаете таким искусным ювелиром, да, который по чуть-чуть каждый угол какой-то резкий или яму или какую-то дырку, скажем, превращает в произведение искусства. То есть, есть какой-то там такой резкий, да, переход, а ювелир, он его делает более плавным, как-то обыгрывает и делает это красивым. Вот эти особенности, да, они стают постепенно не такими, скажем, острыми, да, они стают в рамках определенных законов. Изучение Корана, да, с открытым сердцем делает нас теми, кто, иншаллах, прекрасен как внутри, так и внешне, делает нас теми, кто станет обладателем поистине коранических качеств, тех качеств, которые должны присутствовать у людей Корана. И когда мы говорим люди Корана, хотелось бы, чтобы это был каждый мусульманин, потому что мы начинали с чего, что Коран это книга мусульман, это книга, которую Аллах Субханаху не спасал как руководство и размышляя и обдумывая те какие-то ситуации, те качества, которые описываются в Коране, например, описывая пророков, да, мир им, какие-то истории, когда мы читаем, когда мы читаем в Тавсирах, например, причины неспосылания, связанные с теми или иными, с подвижниками, мы читаем примеры носителей Корана, да, или примеры тех, например, качеств, которые должны быть у носителей Корана. И интересно то, что нашего пророка, саллиллаху алейхи пророка Мухаммада описывали, и многие, наверное, слышали этот хадис, как его нравом был Коран. Субханаллах, как это вообще? Его нравом был Коран. Вообще, если мы просто позадумаемся, поразмышляем просто над этой фразой, его нравом был Коран. То есть, это, наверное, лучшее описание или одно из лучших, возможно, чтобы не ограничивать. Это одно из лучших описаний и максимально лаконичное при этом, которое вообще можно сказать. То есть, сколько всего здесь входит. Все, что мы можем читать в многочисленных тысячах книгах по этикету и не только по этикету. По этикету, например, требующего знания, этикет торговца на базаре, этикет мужа по отношению к жене, к своему семейству, этикет даже к мертвому или этикет к животному и многие другие книги по этикету, потому что каждая сфера нашей жизни, из нее вытекает какой-то этикет. То есть, вот уже перечислены и еще разные другие есть. все это мы можем вот в такой краткой форме внутрь этого изречения о нашем пророке объединить. То есть, его нравом был Кур'ан. То есть, что он поступал саллиллаху алейхи вассалям согласно Кур'ану во всех вот этих категориях как муж, как лидер, как отец, как сосед, да, и, 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 и много чего можем сказать здесь. Все это входит вот в эту фразу, да, его нравом был Кур'ан. В нем кроется глубокие значения, да, кроется глубина вообще шариатских знаний. То есть, мы можем туда, вот, ну, прям все шариатские знания, да, вместить. То есть, говорится там об отдалении от запретного, от запретов Аллаха Субханава Тааля. И, напротив, также в этом включены стремления как можно наилучшим образом соблюдать законы Аллаха Субханава Тааля. Это напоминание всем нам и, конечно же, в первую очередь мне самой напоминание о том, что как Кур'ан должен влиять на нас. Кур'ан это такое, скажем, парфюм какой-то, да, определенный, который пропитывает глубоко. Если мы разольем, да, какой-то парфюм, то есть, вы не можете просто стереть его. должно быть время, чтобы оно как бы испарилось. Если вы хотите поддерживать этот запах, вы добавляете, добавляете, добавляете. И, конечно же, если что-то нехорошее добавите, то это благоухание может резко испортиться, да, но, тем не менее, обладающие качествами короническими, если их поддерживать, они остаются долго. Первые праведные предшественники, они стремились в первых рядах проявлять свое стремление сделать себя вот такими носителями коронического этикета. И при этом они не спешили, они не обладали вот этой суетливостью, суматохой, все. Они, изучив 10 аятов из книги Аллаха Субханаму Ата'аля, не пробегали мимо, все, 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 я все понял, все, все, пошел я дальше, побежала, побежала, давайте, быстро, я не успеваю, да, что-то я не усвоила, да, ладно, пойду я дальше, да, вот такой поспешка, поспешность такая, она часто проявляется и мешает нам насладиться, насладиться Кораном. Они, изучив 10 аятов из книги Аллаха Субханаму Ата'аля, не пренебрегали ими, не пробегали унизительно как-то, пока не показывали свою небрежность к смыслам, да, что, к сожалению, часто у нас происходит. Это в лучшем случае, да, потому что часто вообще на смысл не обращают внимание, а порой и вообще Коран не открывает его, даже в руки не говорим. То есть это как бы такие этапы, конечно, тот, кто вообще не читает Коран, да, это вообще как бы плохо, кто читает хотя бы лучше, кто правильно читает еще лучше, кто размышляет еще лучше, еще, 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 да, то есть это степень, и каждая степень, она не за одну секунду проходит, но мы должны понимать, что главное не просто прочитать, а главное это смысл. Праведные предшественники, они узнав эти 10 аятов, проникали с ними, желая их постичь и применить. это основа, что мы опять же размышляем и поняли, и вот все так хорошо, не просто для того, чтобы по так поохоти сказать, ой, как прекрасно и все, не только это, а еще и применить их на практике, применить в жизни, потому что если мы открываем каждый аят, он обращен именно к нам, к каждому из нас, и читая этот аят, пусть он как бы не тманит ваши какие-то мысли, то, что в этом аяте, например, описывается неверующий, а я же верующий, причем тут этот аят ко мне, да, или, например, описывается о каких-то исчезнувших народах, каких-то глупцах, а мы такие все современные и продвинутые, пусть это вас как бы не вводит в заблуждение, нет, каждый, каждый аят, он обращен именно к нам, потому что в нем кроется либо благая весть, какое-то предостережение, либо нужная польза, приближающая нас к довольству Аллаха и отдаляющая от адских мучений, потому что мы берем оттуда пользу, а вот здесь это польза, они поступали так-то и это привело к тому, значит так не следует делать или наоборот вот это эта история говорит нам о том, что так надо делать, это Аллах доволен этим и мы так будем делать, применяем это и это основа, тоже не просто почитать и как сказку какую-то и умеющему читать Коран это конечно основа которой следует владеть каждому мусульманину как мы все умеем читать то есть все когда идут в школу одной из первых каких-то задач одна из первых задач стоит это научиться читать и писать поэтому это как такая школа мусульманина научиться читать и писать по-арабски поэтому конечно печально когда хотя писать мы не говорим о вот этих дальних этапах уже каких-то многие не умеют то есть это база какая-то почему бы не уметь читать книгу Аллаха Субхану Почему бы не сделать это нашим первым шагом к изучению Корана к тем основам к тем смыслам мы переходим это как такой первый этап то есть мы можем открыть книгу мы можем почитать мы можем то-то-то поразмышлять конечно есть переводы но это капля в море и это то что можно сейчас использовать но это не означает что мы только на этих переводах можем основываться прекрасно читать Коран в оригинале и понимать смыслы иметь возможность открыть какие-то многочисленные труды которых просто такое количество что неизвестно сколько их количество на самом деле умеющему читать Коран уже конечно же следует украшать себя Кораном украшать теми качествами которые хроническими качествами не так украшать как это делают по праздникам надевая лучшие одежды украшая жилище то есть праздник все я лучший одел украсился раз или два раза в год или там по каким-то событиям нет следует украшать себя постоянно украшать всегда и везде в кругу семьи на работе в гостях будь то в окружении людей или наедине сам собой и это красота которую вот невозможно достичь вот так знаете прибегая к помощи хирургов как говорится нет это красота которая оттачивается и проявляется с годами да то есть это не в одну секунду когда вы изучаете читаете применяете размышляете шлифуете вот эти острые углы нашего нафса да каждый это относится ко всем то есть у всех нас есть вот какие-то острые углы которые нужно шлифовать которые нам нужно сделать наиболее прекрасными чтец курана это не чтец только звуков а чтец в первую очередь тех коранических смыслов которые должны превращаться в как бы в реальность они должны превращать нас в лучшую версию себя таким образом чтобы этот чтец курана это чтец курана это не какой-то человек какой-то далекий это каждый из нас по сути должен быть потому что это основа поэтому когда мы говорим чтец курана вы применяете это на себя то есть я чтец курана я открываю куран это я чтец курана это не какой-то по телевизору показывают шейх читают нет этот чтец курана должен стать примером веры знания этикета поведения то есть примером да это как-то звучит ну как примером у меня же та я такая не идеальная ну это как знаете такой проект на будущее со временем у всех нас есть скажем проблемы в этом но мы должны стремиться и не отчаиваться да что у нас есть много недостатков к сожалению в современном мире мы наблюдаем такую тенденцию когда чтец только думает о том как он звучит как правильно произнести и забывает о более глубоком более важном и конечно же вот эти изменения к лучшему превращение в лучшую скажем версию того что мы можем да шлифовка она не происходит так однамом моментно односекундно нет это требует времени терпения и конечно печально когда наши дорогие скажем люди Куркана проявляют себя не так как следовало быть не так как мы ожидаем не так как бы хотелось и это наставит нас Аллах на путь обладания лучшими такими кораническими качествами как этому учил наш пророк и он учил это не только словами но и своим поведением в первую очередь да и то что мы знаем что его нравом был Коран и это такое вот лучшее описание как уже говорилось ранее и как бы мы не думали что это вот такая проблема только современного мира сейчас вот много всего такого вокруг плохо это только в современности нет не думайте конечно же сейчас это вот эти все скажем тайные какие-то проблемы или поведение оно проявляется ярче потому что социальные сети кто-то сделал ошибку этому остается да там видео например или в аудио ошибся и все это зафиксировалось уже как бы въедается но нет это не только проблема современного мира это проблема которая была на протяжении веков всего времени и даже во времена первых поколений были наставления часам Курана и понимаем какое-то понимание порой да что есть какие-то несоответствующие их статусу поведения и про это мы иншала тоже будем с вами в дальнейшем говорить даже в одном из трудов есть такое напоминание что сам Омар Бл-Хаттаб да будет Аллах доволен им беспокоился о беспокоился о положении чтецов в уме и склонении некоторых из них к дуне а что говорить уже нам и о нашем времени да то есть это конечно же нам следует еще больше об этом задуматься мы можем обольститься своим знанием положением и думать что это прививка от каких-то искажений в поведении что мы вот такие идеальные и не дать важное значение тому что мы тоже склонны к каким-то искажениям в поведении и это именно то что ожидает от нас шайтан что мы потеряем бдительность и возгордимся а шайтан он сам гордился считал себя лучше других что вот он такой да крутой скажем и сам протоптал себе дорогу в адский огонь убережет нас Аллах от этого поэтому нам следует в первую очередь задуматься о том что нам нужно свой нрав улучшать изучая важные научные темы по таджвиду по каким наукам да следует уделять внимание и этикету чтобы вот этот след знаний он проявлялся и в нашем поведении в нашей жизни во всех сферах жизни изучая этикет чечцов Курана людей Курана иншалла вот эта яркость проявления качеств хороших иншалла благих качеств она станет очевиднее с каждым разом да то есть мы можем посмотреть вот такая холст на котором что-то там еле виднеется бледные какие-то качества иншалла узнавая необходимые качества будем стараться проявлять их в жизни чтобы вот этот холст этих качеств он ставал более ярче и ярче и это одна из целей серии таких лекций по этикету Курана конечно же имея большой опыт в преподавании Курана и взаимодействии с сестрами которые изучают таджвид к сожалению могу сказать что есть большой опыт того насколько разнообразны наши сестры порой конечно не в лучшую сторону и проявление адаба часто у нас хромает скажем многие могут или понимая что у них какие-то сложности они пытаются меняться и это очень радует и это видно как сестры Машала меняется но бывает по-разному поэтому некоторые не задумываются как уже говорилось думают что если они обладают знаниями по Нунцякина и Танвин а это связано с Кураном то значит они обладатели автоматически и благого нрава но к сожалению это не так если бы это было так то было бы вообще прекрасно но нет пусть Аллах сделает плодотворными данные стремления сделать нашу ум наших сестер и себя в первую очередь лучше и вот эта серия лекций которая у нас будет она как раз направлена на улучшение качеств адаба среди наших сестер это должно повлиять не только на поведение в роли студентов требующих знания или учителей что в первую очередь а также и на наши другие социальные роли то есть на роль матери на роль жены и дочери и просто на роль мусульманки цель также данных лекций познакомить с адабами людей Курана с привязкой к современности с привязкой к нашим ежедневным скажем событиям которые с привязкой с тем как мы эти адабы можем применить и с намерением исправить тех качеств исправить те качества которые не подобает иметь спутник Курана пусть Аллах Субханаму 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 сделает наши лекции иншаллах плодотворными хотелось бы чтобы вы делились и также от вас хотелось бы обратную связь насколько вам важны такие лекции насколько вам скажем откликаются да такие лекции что какие темы вам хотелось бы узнать Баарк Аллаху Фейкум Ассаляму Алейкум Ва Рахматуллахи Ва Баракету Субханаму 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 Субханаму